Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас знаменательный день. Мы поступаем к изучению второго тома «Капитана». Ну и для начала, с обзорным введением этой темы, нам два слова скажет Виктор Иванович. Здравствуйте, дорогие товарищи! Давайте вспомним начало. Начало – это первый том «Капитала». Мы, наверное, здесь показывали, держали в руках всего три тома «Капитала». Первый том «Капитала» имеет под заголовок «Процесс производства капитала». Второй том, к которому мы приступаем сегодня, имеет под заголовок «Процесс обращения капитала». А третий том «Капитала» имеет под заголовок «Процесс капиталистического производства в целом». Что отразает ход мысли Маркса, он, так сказать, основан на диалектике. Итак, производство и обращение. То есть если брать в целом экономику, там следует различать сферу производства, сферу обращения. Есть еще сфера распределения и сфера потребления, но пока мы их оставляем в стороне. Ну что такое сфера производства? Там, где переводятся вещи, товары, вещи, предметы. И почему Маркс начал исследование капитализма с процесса производства? А потому что это фундаментально основное, полагающее положение исторического материализма. Что производство, воспроизводство материальных благ является основой всей жизнедеятельности людей. Поэтому первый том капитала это производство, это ключевое, основное. Но оно дополняется сферой обращения. Скажем, произвели на заводе продукты, товары. А дальше что? Они на складе лежат, гниют? Нет. Они поступают в сферу обращения. Их нужно продать, реализовать. А реализуются они за деньги. А деньги это тоже особый товар, играющий роль. Или выполняющий роль всеобщего эквивалента. Сейчас он заменяется бумажными деньгами и безналичным оборотом. Вот происходит смена форм собственности. То есть в сфере обращения уже циркулируют товары. Обычные товары и денежный товар. Вот поэтому сфера обращения как бы исследует и дополняет сферу производства. Простите, Виктор, а сейчас происходит смена форм собственности? Не стоимости. А, стоимость. Сейчас, сейчас, все. Понял. Стоимость, да. Ну и третий том. Сейчас дойдем до него. То есть вот получается такая логическая цепочка. Если непосредственно посмотреть уже предметно на хотя бы на оглавление, на структуру второго тома капитала, то первоначально Марс исследует метаморфозы. Метаморфозы или, иначе сказать, кругооборот. Кругооборот капитала. То есть вот это смену, последовательную смену этих форм, которые сменяет лицо, физиономия капитала. То есть сначала на руках у капиталиста, что? Деньги, денежный товар. Затем он на них приобретает средства производства и рабочую силу. И соединяет их в процессе производства. То есть капитал приобретает форму производительного капитала. Идет процесс производства. На выходе что имеем? Продукт. Товар. Товар, который уже с некоторым превращением, с прибавочной стоимостью. Вот товары произведены, значит капитал приобретает, получает форму товарного капитала. Товары реализуются, опять капиталисту поступают деньги. Вот вернулись деньги к нему. Снова капитал имеет денежную форму, но уже с избытком, с прибавочной стоимостью. Вот Маркс расследует индивидуальный капитал. Дальше в ходе рассмотрения, вот этот капитал приобретает новое определение. То есть постоянный переменный капитал, если мы помним, в первом томе, то есть постоянный капитал, затраченный на приобретение средств производства, а переменный капитал, капитал рабочую силу. И постоянный капитал не меняет процесс производства, не изменяет величины своей стоимости. А переменный капитал создает новую стоимость. Так вот, в процессе обращения капитала, вот эти вот постоянные переменные капитал, как бы преобразуются, модифицируются в основной оборотный капитал. То есть сегодня мы это не будем рассматривать, у нас это по ходу изучения второго тома капитала, мы к этому подойдем. Но я хочу обратить внимание, что именно здесь, вот на этом этапе, появляется такое важное явление, как амортизация. Основных средств, основные средства или основные фонды, как сейчас в статистике, это есть что такое? Основной капитал. Научный термин это основной капитал. И дальше Маркс рассматривает уже воспроизводство всего общественного капитала, условия реализации при простом и расширенном воспроизводстве. Почему, на ваш взгляд, вот у Марса такое строение? Ну, ответ простой. Поскольку, так сказать, методология Марса, это что, диалектика? Она берет свое начало от науки, логики Гегеля. Поэтому здесь все, так сказать, просто и понятно. То есть Маркс в диалектике что? Основное. Постоянное движение, развитие. И то же самое и здесь. Ведь капитал же это не такая вещь, которая пребывает в покое. А это присутствует отношение, которое, так сказать, находится в развитии постоянных изменений. Поэтому Маркс рассматривает во втором томе вот такое движение развития этого капитала. Это с одной стороны. А с другой стороны, те, кто дошли до третьего тома капитала, знают, что есть деление на единичное и всеобщее. Единичное, всеобщее, всеобщее есть единичное. Наукология, если сказал. А нет, нет, на третьего тома. Наукология, конечно. Наукология. Поэтому обратите внимание, вот мы сегодня начнем с первой главы, это метаморфозы или кругоборот индивидуального, отдельного, единичного капитала. А что такое совокупный капитал или общественный капитал? Общественный, да. Как соотносится совокупный общественный капитал к единичному капиталу? Как единичный и всеобщий. Как единичный и всеобщий, да. Который маркет. И заканчивая, третий том капитала, это процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ну давайте порассуждаем, да, на месте Марса. Сначала он рассматривал процесс производства капитала. Затем рассматривал процесс обращения капитала. А в соответствии с диалектикой, следующий шаг какой? Что надо рассмотреть? Вместе. Не вместе, а в единстве. В единстве. То и другое рассмотреть единстве. То есть это будет предмет рассмотрения третьего тома капитала. Вот такое вступление. Викторич, я правильно понял, что если посмотреть на эту известную на всем деньги товар, товар штрих, деньги штрих, то здесь на середине вот еще во втором томе маркет скринер вот этот вот П, производительный капитал и производство, отделив вот троиточьями, что показав, что здесь обращение прерывается. Вот в первом томе, показав эту формулу в целом, всем известную, он тем не менее сосредоточился вот на этой части, на производстве, как на ключевом звене всего вот этого дела. Сейчас мы рассмотрим во втором томе вот эти вот связи, в большей степени уделимы вот этому обращению капитала, вот этим метаморфозам и обороту. Вот, кстати, вот, чем отличается круговорот капитала от обращения капитала, это вот, я думаю, мы тоже немножечко повторим, ну не повторим, а проштудируем, потому что здесь, так сказать, и вопросы есть, и не только у меня. Вот, а уже, то есть вот эти вот связи рассмотрим во втором томе. А третий том, это уже будет вот это все в церковь. Нет, на схеме это не видно. На схеме не видно. Да, конечно. А что такого не видно на схеме, что… Ну, процесс производства капитала, но его здесь нет как-то. Ну, как он скрывается, по-моему, за блоков какой-то. Ну, он скрывается, он делает вот это пирамидом, нет? Я не понимаю. Или это противно, что бургарное? Нет, это одна сторона. А вторая сторона, ведь в первом томе рассматривается процесс производства, ну, как бы взятый как отдельный акт. Там отношение между трудом и капиталом. А здесь он рассматривает движение, то есть как обращение капитала. Ну, это еще относится к капитализму свободной конкуренции. Естественно. Хотя, вот посмотрите, последняя глава первого тома «Капитала», Маркс, исследуя капитализм свободной конкуренции, уже увидел те тенденции, которые… Ну, там концентрация, цинкализация, капитализм свободной конкуренции. Это уже движение полного кода капитализма. Это не последняя глава, это последний раздел. Ну, 24 глава. Седьмой параметр, 24 глава. Это уже не свободная конкуренция. Да. Это уже, так сказать, движение капитала в шаге от монополистической стадии. Поглощение крупных, крупные и мелких… Становление монополистической. Ну, может быть, это стадия. Ну, даже постоянно движется, идет от простого к сложному. Ну, вот еще два слова, мне кажется, необходимо тут сказать. Но это такое, может, несколько лирическое, что в отличие от первого тома «Капитала», который в печати готовил Маркс, второй и третий тома «Капитала» в печати готовил Энгельс. Это было, как он написал в предисловии, очень легкой задачей, потому что от Маркса остался гад рукописей, и, в общем-то, они были не очень систематизированы, местами отрывочные, и они были на разных стадиях осмысления Маркса вот этого процесса, и не все полные. Но Энгельс взял наиболее полную, там, где были более поздние, уставляют более поздние. Короче, это… Хотя здесь стоит Маркс, это авторство Маркса, конечно, Здесь, тем не менее, я думаю, во многом в силу своей скромности и самопожертвования, Энгельс не стал сюда себя дописывать, а по праву здесь два автора должны бы быть, потому что Энгельс здесь и вставлял связки в отсутствующих местах, и выбирал, какое место из рукописей Маркса, где об одном и том же говорилось, в разных рукописях вставить, и уж не говоря о карасальной работе и по проверке ссылок, и так далее, То есть Энгельс здесь вполне полноправный участник этого процесса, и, ко всему прочему, как пишет Энгельс, счетом его почерка Маркса, который он всегда понимал он сам, и, конечно, Энгельс посадил зрение и посадил здоровье, и вскоре после того, как был издан третий том последний, Энгельс и умер. То есть вот он жизнь свою отдал вот на это. Но надо сказать, что с точки зрения довкости изражения, вот, конечно, это материал попроще, это может виднее Виктора Ивановича, но он считается легче, второй том. Думаю, это индивидуально. Заслуга Энгельса, думаете, не легче, на самом деле, объективно, не легче. Я не знаю, что с точки зрения, как-то он виражит так считает. Ну, может, это субъективно, я не спорю. Вот. Ну, потому что я этот начал читать уже в звером возрасте, через тот-то я продирался еще в студенческие годы. Я только в шестом году уже в парню с верым мужем под 40 лет начал читать второй том. Вот. Ну, вот так вот. Ну, и можно начинать. Что тут можно сказать? Значит, да, он состоит структурно. А, ну, Виктор Иванович об этом говорил. Из трех разделов, не из семи, как первый том, он мини-объемный. Из трех разделов это металлорфоза капитала и их кругооборот. Второе – это вращение капитала. И третий – кругооборот капитала в целом. Ну, вот это три раздела. И мы начнем с первого раздела. С первой головы. С первой головы, естественно. Ну, как ни странно, да? Кругоборот денежного капитала. Ну, и как же он вращается у нас, кругоборачивается? А, вы, Оксана Евгеньевич, у нас тут один, да? Который будет надуваться за всех. Значит, допущение, которое принял здесь Макс, ну, это и там было, что, во-первых, иначе здесь все будет очень запутано, во-первых, все товары обмениваются по стоимости. В реальной жизни, как мы знаем, такое происходит не всегда, но это допущение необходимо, иначе мы погрязнем в частностях. И второе, что все сделки совершаются при неизменных обстоятельствах. То есть, как какой-то цикл товарообороты начался, над ним не врасны ни инфляция, ни всякие там войны, моры, голод и так далее, засухи. То есть, это все имеет место, это необходимые допущения, без которых картина будет искажена. Ну, и вот первая стадия – деньги, товар. Что мы тут видим? Ну, что деньги, товар. Товар в данном случае распадается на рабочую силу и средства производства. Ну, во-первых, мы очень резко взяли, тут не все слушатели поймут. Ну, надо немножечко так втать в начале, капиталист у нас распорагает денежным капитаном, или капитаном в денежной форме, да? Да, в денежной форме, да. Вот. И ему, так сказать, для начала производства ему надо купить определенные товары. Вот что это за товары? Во-первых, товар – это средства производства, то есть, орудия труда, значит, вот это, средства производства. Средства производства, да, нижние, да. И предметы труда тоже относятся к средствам производства. Да. И непосредственно рабочие силы. Вот и без рабочей силы средства производства останутся мертвыми. И не смогут перенести свою стоимость на товар, который капиталист в дальнейшем планирует продать на рынке. Закупает он рабочую силу и средства производства. Ну, изначально средства производства. Чем изначально? Это зачастую бывает. Ну… А что, он сам будет торги таскать, что ли? Ну, это не важно. Ну, да. Ну, он закупает, короче, это варьбе. Вот. Это сам закупил. Значит, это они качественно вот так распадаются. А количественно, как они соотносятся? Ведь между ними количественное соотношение тоже очень существенное. Существенное, но здесь такой классификации прям не нашел. Нет, тут сказано, что если, так сказать, рабочей силы не хватит средств производства, то она будет проста. Это он обращает внимание, что очень важно, что количество средств производства должно быть достаточное для того, чтобы проглотить, ой, поглотить все количество труда, которым они превратятся в продукт. Ну, и тут же обращают внимание, что… И наоборот. И наоборот, что… Так, где это? Ну, это можно так сказать, что рабочей силы должно быть достаточно, чтобы не оставались омертвленные средства производства. Средства производства, да. То есть, поэтому здесь вот важно это все прикинуть, рассчитать и закупить в этом вот соотношении. Ну, и второе, как мы знаем, что рабочая сила, она имеет ту особенность, здесь Марс рассматривает 5-10-часовой рабочий день, ну, и по своей привычке он берет норму эксплуатации 100%, да, и делит пополам. То есть, для того, чтобы произвести товар в течение рабочего дня на сумму определенную за рабочую силу за это же время, надо заплатить вдвое меньшую сумму. Что для капиталиста звучит крайне оптимистично. Значит, и вот, так сказать, капитал теперь, он находится в какой форме? Он был в денежной. Это он производства. Ну, в товар. Можно сказать, что в товарной, да, вещественной. Но вот это, Макс, называет производительная форма. Никогда полкает. Производительная форма. Я хотел сказать, что форма оплаты, да, здесь является заработная оплата. Че, 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 че? Опять вперед задел. Нет, нет, подождите, вообще, это что вы хотели сказать? Ну, что, когда, до момента, когда, да, денежные средства капиталист тратит на приобретение рабочей силы, вот, то это уже выступает как форма оплаты труда, как заработная оплата. Вы не к этому вели? Нет, ну, это тоже существенно-то, можно сказать, но, нет, это здесь просто, что вот это, появилось новое понятие, вот, с буквы КП здесь, это производительный капитал. Раз, по-рубимой словами, она находится в состоянии формы производительного капитала, который обрадает способностью функционировать, как созидающая стоимость и прибавочную стоимость. Обозначим капитал в этой форме через П. Там надо еще выводы сделать. А, я пусть я с его его буду. Еще выводы, по-моему, пропустили. А, я же сказал, существенно. Вот, по схеме, вроде как, да, это деньги. Да? Деньги капитал. Капитал в денежной форме. Вот, это правильно. Вот, говорит, а на схеме-то не видно. Это вроде как товары. А на самом деле, это денежный капитал. И товары. Это товарные формы. Вот я странки купил и кого-то нанял. Это разве денежный капитал? Нет. Деньги, которые на руках у капиталиста, не просто деньги. А денежный капитал. А почему денежный капитал? Потому что он собирается не потратить, не дворец купить. Да, да. А купить средства производства. Это еще на стадии Д. Д. И товарный капитал уже на стадии денежного капитала. И Т товарного, скажем, покупка средств производства и рабочей силы. Уже внутри, в потенцию, в себе заложено капиталистическое отношение. И вот я почему это вспомнил, вы правильно сказали. И так заработная плата на поверхности явлений выступает как плата за труд. А на самом-то деле это не плата за труд. А плата только рабочей силы. А за труд спасибо. За труд спасибо, да. Нет, не всегда спасибо. Еще пинками. Еще да. Да это капитализм. Совершенно верно. То есть здесь Маркс фактически еще раз повторяет уже в движении. Те выводы, которые были сделаны в первом томе капитала. Да, тут он показывает. Что заработная плата из денежного выражения стоимости товара рабочей силы. Что это не просто товар, что как противостоит рабочий, как продавец этой рабочей силы. То есть это капиталистическое отношение. С одной стороны, как капиталист, как покупатель, но еще здесь выступает, он еще выступает как владелец средств производства. Да. И вот тут многие рабочие начинают путаться. Они думают, что все правильно, никакого обмана нет. Все по-честному. Значит, тут же Маркс пишет, что поскольку на рынке не имеется готовых средств производства и приходится их заказывать, постройку в акте D-средства производства, деньги также действуют как средства протяжа. Это способность вытекает не из того, что денежный капитал есть капитал, а из того, что он деньги. То есть здесь используется чисто как деньги. Так. А, Степан Спанч подошел. Степан Спанч, у вас еще есть добавить? Ну, дальше вот три... Здесь половина, точнее, это параграфа. Два с половиной параграфа, которые я посмотрел. Ну, здесь вот он каждому... Это процесс превращения денежного капитала в товарный, значит, товарного в производительный. И производительное, произведенного товара Т-штрих, превращение его в, опять же, в денежную форму капитала, посвящает по параграфу. Посвящает все три стаида. А вы уже в другие параграфы полезны? Ну, вот еще в этом параграфе... Здесь вот... Здесь вот... То есть это параграф или граф? Я что-то немного путаюсь. Вот вторая стаида... Это параграф, конечно. Это параграф, да? Ну, может быть, одно. Сейчас надо смотреть по... Глава назад круговорот. А, да, да, конечно. Глава назад еще одна. Круговорот, да. Вот. Ну, вот и далее... Маркс пишет, что вот... Он здесь рассматривает довольно подробно, что вот... Да, и нас, со стороны, вот это отношение, как воспринимают рабочие? Да, вот здесь большой очень... Ну, мы сейчас, наверное, в кружке не будем на этом особо останавливаться. Это надо самим товарищам почитать. Здесь вот взаимоотношения описывается рабочего и капиталиста, как владельца денег, владельца рабочей сиры. И здесь вот заостряется внимание на том, что при совершении акта деньги рабочая сира, общественные условия, которые вовсе не существуют, функция денежного капитала предполагает. Здесь, при совершении акта денег рабочая сиры, общественные условия, которые вообще не существуют при простом товарном, соответствующем ему денежном обращении. То есть, простое товарное обращение, оно было в том числе и при рабовладельческом строе. И Маркс пишет, что купли и продажи рабов по своей форме тоже являются купли и продажи товаров. Но без существования рабства деньги не могут совершать эту функцию. И здесь заострение идет на том, что мы знаем, что определение капитализма – это такая стадия развития товарного производства. Когда рабочая сила становится товаром, это всеобщее товарное производство. Да, всеобщее товарное производство. И поэтому здесь вот Маркс заостряет, вот здесь довольно много, несколько страниц, заостряет внимание читателя на покупке рабочей сиры, потому что это не пустяк такой, что вот раньше рабов продавали, а теперь покупают рабочую сиру. И заостряет внимание на особенностях взаимодействия подравца и покупателя этой рабочей сиры. И отсюда вот при этом, когда рабочая сила становится товаром, Маркс пишет, лишь на основе капиталистического производства товарное производство является нормальным, господствующим типом производства. Это вот у нас были даже я с Михаилом Васильевичем дискутирую, Михаил Васильевич мне объяснял, что это при рабоводействии, при феодальном строе, оно простое, товарное, да, но оно как бы все-таки не товарное, там товарность там как момент существует. А так там на латифунде, где-то на фронтациях, в помещих хозяйствах крестьяне работают, они не товары производят, они там работают на себя и барщину, значит, гонят то, что они вырастили за хрома помещика. А они не товары. Ну, там есть, конечно, товарное обращение между помещиками, там они что-то покупают, еще что-то продают. Они фактически средствами производства являются на более ранних стадиях эксплуатации. Да. Да, то есть... А здесь Курманов говорит, что деньги могут быть израсходованы в такой форме лишь потому, что рабочая сила находится в состоянии отделения от средств производства, то есть, вот он на это отдельно нужен на внимание. Да, 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 да. То есть, там рабочая сила соединена в этом при рабовладении. Рабы – это вообще сами говорящие орудия, как говорил Энгельс. А при феодальном строе, при феодальной общественно-экономической формации крестьяне, они являются собственниками своих. Вот вообще говоря, расцвет частной собственности, он бы, конечно, при феодализме. Капитализм ознаменовался экспроприацией массовой частной собственности. Так что вот это... Ну, частный же. Я же не говорю, я прекрасный. Там личная зависимость была. Личная зависимость была, да? А наемный рабочий, свободный человек, паспорт подойдет. Может даже голосовать. Он свободен от средств производства. Так что свобода не приходит одна. Да, и в конце этого права рафа... Вот, и вот здесь характерно, вот Энгельс мне в этом, в предисловии писал, что вот когда Маркс болел, он очень сильно изучал сельское хозяйство, вообще функционирование аграрного сектора экономики в Америке, а в особенности в России. В России, да, в конце права рафа есть интересность. Да, давайте, что там интересного. Ну, тут два момента, что русские землевладельцы, которые стараются свободными, как мы говорили, после отмены крепостного права, жаловались на два недостатка. Один недостаток денежного капитала, что пока он не продаст урожай, он не может рассчитаться с этими батраками. Вот, а второй недостаток, это недостаток рабочей силы, потому что еще не все эти батраки были освобождены от средств производства. Было бы у кого-то свой огородик, там, коровка где-то. Эту задачу не решили даже Старыпин. Да, да, да. А то так и сохранилось. Да, да, да. До великого ктенга. Ну, на то реформы добавили хворост, простежка, был очень жароц. Да. Пытались на следственное. Ренин же писал, что все делается само это. Они решили вспомнить. Так, и вторая стадия. Внесение производительного капитала. Вот мы, теперь у нас П этот самый. Причем там точечки впереди П стоят. Процесс-то разорван. Первый процесс обращения, все, он все закупил и ушел в себя производить капиталист. С одной стороны, прерван процесс обращения, а с другой стороны, эти точечки означают, что идет процесс производства. Идет. И, скажем, купить рабочую силу, это раз, акт один. Подписали договор, да, а найми, и все. Купили средства производства, да. Подписали договор, купили. Осталось только привезти на завод. А процесс производства длительный. Ведь, кстати, рабочая сила покупается на определенные дни. Так, а не пропустили ли мы, естественно, мы, не здесь ли Марк списал, они в этом или первом параграфе, о том, что есть время производства, и есть рабочее время, и они не всегда совпадают. Я думаю, давайте это продавайте. Давайте это пока пропустим, да. Может быть, да. Что-то я рада. Готовиться надо лучше. Так, это функция производительного капитала, и что же тут функционирует-то? И сфера товарного обращения, как пишет Маркс, уступает в сферу производства. Вот давайте посмотрим на схему или мысленно вспомним. Закуплены средства производства и рабочая сила. Иначе сказать, закуплен постоянный капитал и переменный капитал. И вот они лежат, постоянный капитал здесь, вот завод, огорожен колючей проволокой, забором, станки стоят, вот рабочая сила. В отделе кадров подписали договор и пошли домой. А вот на следующий день, там в 6 утра, в 7 утра, рабочие пришли на завод. И что происходит? Соединение в процессе производства рабочей силы и средств производства. И идет процесс производства. То есть, но это не просто, это с одной стороны процесс производства, а с другой стороны идет функционирование производительного капитала. Идет производство товаров и производство прибавочной стоимости. Да. И опять-таки, там Маркс возвращает нас в первому тому капитала, средства производства или постоянный капитал он не меняет величины своей стоимости вот рабочие опять давайте вернемся к первым капитала своим конкретным трудом переносит стоимость потребленных процессе производства средств производства на готовый продукт без изменения и абстрактным создает новую стоимость эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочную стоимость и магнессор пишет что стоимость продукта произведенного равняется п плюс равна стоимости потребленного на его изготовление производительного капитала п плюс произведенные прибавочная стоимость м ну и дальше так сказать он вот весь на примере с пляжей своей своей любимой он здесь все это дело рассматривает замечание что жизненные средства для рабочих существует это чтобы регулярно они были на стране товарное производство должно быть уже высокое развитие получить то есть товар не сильно должно быть достаточно это одно из таких условий капитализма что должно быть это товарное обращение что то есть какой-то фабрика в медвежьем углу по каким-то соображениям да и зачем там деньги то будет трудно обеспечить какие-то там в зиму если это происходит в россии своевременный подвоз продуктов питания тогда производство заболит это вот золотые киски там все золотыми мешочками ходили уже к рондона купить было ничего зачастую это все очень дорого стоило так что это забегая вперед это потом выявится не понадобится при рассмотрении хоть воспроизводство всего общественного капитала марс делает подряд два подразделения вводит первое второе первое это производство средств производства а второе подразделение производства предметов потребления но внутри там можно уже делать не под виды подразделения производства предметов потребления скажем для рабочих или производства предметов роскоши для капиталистов так ну и вот правило в 3 третья стадия товар шпиев деньги шпи их все тут можно сказать ну вот товар штрих уже появляется штрих давайте посмотрим сначала у нас товар был без штриха и после то части п по производству появился товар штрих что это означает что появилась м прибавочная стоимость совершенно верно да которая заключена стоимости произведенных рабочими товаров то есть там не оплаченный чужой труд и происходит процесс реализации этих товаров но идет отмывка прибавочной стоимости до кавычку в кавычке навыка это отмывка это уголовно наказуемое деяние реализации товаров который замочена прибавочной стоимости все закон не просто законно на этом зельдится капитализм закон это волен спустую еще нет это экономические законы это не юридический закон против него не поклёшь не отменишь но на этом же весь этот лохотрон и и построен это в кавычки берите слова кого-то это это не лохотрон вот в начале вот когда в семнадцатом году взяли в январе массовую национализацию произвели начали только ночью а банки банки сразу через несколько дней после октября семнадцатого у саботаж чиновников там было и что ли что потому что я хотели национализации тоже процесс прошел не сразу но пришли в банке красногвардейцы и что дальше-то посетили там процеду это отдельно проследовать и вот это так вот этим говорю то что вот национализировали все восемнадцатом году а потом то двадцать первом то пришлось не отводить того то есть потому что закон это не вот эти экономические они так просто не пишешь и не отменишь это не юридически 15 лет приходный период был и то быстро очень до сша в пирже тут на то что в зависимости от различной степени скорости с которой капитал сбрасывает себя авар оформлом у принимаем денежную форму или же в зависимости от быстроты продажиown я так быстрее одна и та же капитальная стоимость будет очень в очень неравной степени служить и впрочем созидатели продукта и в качестве создатели ценной и н настолько и масштаб воспроизводства зависимости от этого будет расширяться и сокращаться то есть надо очень быстренько продавать то что ты произвел и здесь не надо как кощей над задатом чахнуть надо не бояться цены сбрасывать если надо и всячески надо думать как быстрее от этого товара избавиться вот эти всякие залежи товаров это страшный бич по по капиталу и можешь нужно как можно чаще оборачивать как можно чаще приклеивать рабочую силу производства не сможет продать товар и далее еще очень ценность 10 марта вот говорят если поднимется зарплата вырастет стоимость товаров нас пишет если бы у капиталист имеется ввиду выдать своим рабочим 64 фунта стерлингов вместо 50 фунтов стерлингов то его прибавочная стоимость была бы равна 64 фунтам стерлингов вместо 78 фунтов стерлингов а степень эксплуатации составляла бы только 100 процентов вместо 156 процентов но стоимость его пряжи осталась бы такой же какой была раньше изменились бы только соотношение ее различных частей акт обращения товар деньги теперь как раньше было продали 10 тысяч фунтов пряжи за 500 фунтов стерлингов по их стоимости это значит умеет слушать все нормально я просто ну это вот такой продакциальный на первый взгляд вывод ну вот это действительно то есть двигается вот этот движок внутри стоимости от капиталиста к рабочему и борясь за повышение своей рабочей силы за повышение цены своей рабочей силы за повышение зарплаты рабочие не обирают потребителей как пытаются представить дело капиталиста а они уменьшают свою степень эксплуатации ну где-то они обирают своего капиталиста ну вот так вот жизнь у него такая пока жизнь статка сказать так что тут еще можно сказать по этому поводу надо не забывать название и цель этого этой главы речь идет о смене форм до капитала 1 то есть вот он как вот царевна лягушка скидывает одну одежку и действует на этой стадии у нас капитал снова возвращается денежную форму но уже большую чем было до того даже их и надо рассмотреть теперь в единстве эти все три стадии внутри к началу прошу прощения может наивный такой вопрос вот один первый маркса называется метаморфоза капитала их куба оборот кругоборота все-таки капитал или метаморфоз и это одно и то же я понимаю того что много оборот капитала есть метаморфоза то есть превращение его не как метаморфоза это иностранное слово для этого переводная я не знаю как перевод так как и богом этого это приводит к капитала и превращается капитал как кругом и есть метаморфоза кругоборот капитала вот идет этот процесс есть кругоборот вот если взять вот эти все дтп круга оборот а в ходе круга оборота капитал меняет свои формы и это метаморфоза то есть эти метаморфоза и повторяется вот я привел пример вот царевна лягушка скинул свою лягушку осталось а рейтинг а потом снова они искать так что кругоборот и метаморфоз тоже даже синонимы здесь имеется в виду не синонимы а это вот единственно теперь смазали до единстве и сделать вывод определение что такое кругоборот там последний параграф тридцать это после тридцать целом уговором в целом вот там марк делает вывод все не ставят на просьбе козы готовились не до сложным домашнее задание не было капитализировать по себе как не возникать не удосуживаться до света и что проще а ты не чирикаешь по капиталистический процесс производства и драга и как предшественник и синеком и первом круговороте денежного капитал форме которого вновь крадывается промышленный капитал то за пределами этого круга оборота постоянное существование капиталистского процесса производства предполагает постоянное возобновление круга оборота п троеточие п то есть все таки ключевой пункт во всех этих метаморфозах это п и вот это производство постоянно она вокруг этого производства все крутится на первой стадии деньги товар который распадается на рабочую силу средства производства уже прямо вступает сама это предпосылка то как это так с одной стороны предполагает существование краса наёмных рабочих а с другой стороны что для покупателя средств производства является первой стадии деньги этого ли просällt авторных товар Hampson в 12第 еск οι живых то есть для капиталиста который производит средство производства то что у нашего капиталиста были деньги товар он покупалось средства производства то капиталист который произвел эти средства производства, он уже отстрелялся, он уже нажился, для нашего все только начинается, а тот уже, положив себя в карман, для него это товар-штрип-деньги-штрип. И, следовательно, в товар-штрип предполагается товарный капитал, а потому и сам товар предполагается как результат капиталистического производства, и тем самым предполагается функционирование производительного капитала. То есть здесь не так, что вот это откуда-то вдруг товар там взялся и вернее деньги товар пошло с нуля а то что для одного капиталиста деньги товар для того товар штрих деньги штрих то есть они все взаимодействуют и в этом вот и есть можно сказать вектора иванович тума спелялись по первой голове ну можно так а то есть не сказали важно я вспоминаю сейчас сам отвергся немного и потом получается здесь две фазы здесь фаза производства и фаза обращения круг оборот ключа и 2 фаза ключевая конечно производства но вы об этом сказали и поэтому главную определяющую роль или первую скрипку здесь верят промышленный капитал и дальше уже марш будет рассматривать круг оборот производительного капитала на следующем занятии автора игровую сейчас не будем начинать нет конечно мы не считаем что ли это задание не давали да вот может быть тут чего-то нового тогда начнем следующее задание занятий все-то существенно попустили что-то я не подчериков здесь была моя ошибка еще страшно они разное содержание если на первой фазе задерживаются денежный капитал затеревает в виде сокровища то на одной стороне бездействие средства производства а на другой заработится простой по вене работодателя если капитал задерживается на последней фазе превращение увеличенной товарной массы увеличенной денежной капитал то нераспроданные товары преграждает путь потокного обращения то есть затоваре происходит но и в принципе производства это вот ну да это почему происходит в принципе производства да это вот совершенно верно спасибо степан что вы на этом заострыли потому что мы конечно говорим что ключевое производство но на самом деле если он у тебя есть производство а ты не можешь купить скажем у тебя на первой стадии здесь я затык и ты там деньгами трясешь и не можешь купить почему-либо не рабочие силы не предметов труда не там обновлять фонды и так далее то это вообще говоря и что тут от этого и не с другой стороны то произвел уже сделал но есть ты не можешь это продать опять же здесь у тебя все падают не очень существенно что вот это скорость вот этого оборота мы вот в первом тоне говори о предварительности труда то есть как раз ускорить вот это как бы быстрее сделать вещи с меньшими трубозатратами побыстрее а кроме производить труда вот этойpowered тоже важное значение имеет и скорость оборота как на этой статии так и вот на это то есть надо быстро все закупать и быстро все продавать иначе erwอน все усилия по росту производительности труда, чтобы ты быстрее что-то там делал, они все пропадут в туне. Правильно? Это самое. И при этом то есть это, хоть это и ключевое, но, как говорится, производство могут затормозить вот эти факторы обращения капитала. И начальная стадия по переводу денежного капитала, деньги-то действительно в форме сокровищ застывают, а вот хранить их сокровища, это худшее ругательство для капиталиста, который использует Маркс. То, что капиталист там рабочих эксплуатирует, он за это Маркс его абсолютно не ругает, и даже в предисловии к первому тому он написал, что это вытекает не из гнусных личностных качеств капиталиста, а просто вот такая система. А вот если он начинает там скопидомничать и сокровища копить, ну вот это все, вот таких надо убивать капиталистов. Задание. Вторая глава? Вторая глава, забыла, на большая нету? Ну ее надо целиком читать. Да, иначе... Вторую главу целиком, большая, да? Смысловно не будет. Большая. Большая, большая. То есть надо вторую главу прочитать, ну а там как пойдет, так пойдет. Пройдет, нормально пойдет. Так, мы когда встречаемся? Через 2 марта или 20-го. 20-го марта, да? Сегодня 6-ое, да? Да. Хорошо. Все, спасибо, товарищи, на этом мы углились. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok